Венесуэла Интернационал Игуана Продуксионас Представляют Охота за миллион В ролях Диего Бертьев и Биола Кальминарес Джахайра Орта, Альберто Исола Эвелин Сантос, Фернандо Десори, Денис Гибо Оль Вега и другие Оператор Фернандо Вега Композитор Виктор Дениэль Автор сценария Анни Фондер Дайс Режиссеры Альдо Сальвини, Тони Вега Продюсер Луис Льоса Уркия 96 серия Диего Биолетто С combinations Диего билдинер Alt информатель, Денешанток Диего Биолетто Сальвини, Тони健 même Диего Биолетто Сальвини, Тони Григо Биолетто придумали Диего Биолетто Сальвини, Тони До рейс, Альберто Сальвини, Тони Чеби свидетель Ну давай, что тебе стоит, поднять трубку и сказать, что ребёнок, которого ты ждёшь, не от меня? Ты и правда спятил Филиппа? Думаешь, я такая дура и идиотка, чтобы позвонить Хиселе? И чтобы потом она считала меня обманщицей и лгуней, и так перед ней унижаться? А и потом сказать этой кухарке, что теперь ты принадлежишь только ей? Валентина, мне нужно, чтобы ты поговорила с моей матерью. Если ты этого не сделаешь, она никогда не оставит меня в покое. Не даст мне спокойно жить с Эвой и не вернёт дом семье Эвой. Только это тебя волнует, да? Эти нищие оборванцы! Меня интересует женщина, которую я люблю. Мне нужно иметь возможность спокойно с ней жить. И если ты не внесёшь ясность в эту ситуацию, моя мать будет и дальше меня пилить. Именно так ты и должен поступить, Филиппа. Твоё законное место рядом со мной, а не с этой поварихой из уличной забегаловки. Нет! Я никогда не вернусь к тебе, понимаешь? Я не вернусь к тебе, Валентина! А я не буду разговаривать с Хиселой. И тем более не буду унижаться перед этой поварихой, охотницей за чужими мужьями. И ещё. Даю тебе неделю, чтобы разобраться с этой ситуацией. Если через неделю ты не расскажешь правду моей матери и Эве, ты будешь иметь дело со мной, Валентина. Ни за что. Никогда. Никогда, Филиппа Кастильо. Я никогда ничего ей не расскажу. Ни за что я ничего не расскажу этой дуре, этой идиотке, по своём ребёнке. Никогда. Нет, мой малыш. Нет, мой любимый, не волнуйся, успокойся. Ты будешь внуком Хиселы Бланков, да вы, сеньора Кастильо. Не волнуйся, мой малыш. У нас с тобой всё будет хорошо. Я всё сделаю, успокойся. Наверное, просто так расположились планеты. Нет, не планеты. В созвездии. И у меня пошли одни неприятности. Мой милый. Ну, не волнуйся. Ты всегда был и будешь внуком Дони Хиселы. Ну что? Где же твой энтузиазм? Ты не рада? Нет, конечно, рада. Просто ещё не вернулся Мигель. Привет, привет. Простите за опоздание. Просто меня задержали в министерстве. Кажется, вы уже знаете новость, да? Не важно. Всё равно новость хорошая. Давайте веселиться. Идём, потанцуем. Спасибо. Всё это благодаря твоей помощи. Нет, нужно тебя за всё благодарить. И Сильве, ведь это она подсказала идею проекта. Я думала, что ты не придёшь, что ты уже забыл про меня. Как ты могла подумать, что я не придёшь? Разве я не обещал помочь? Да. Послушай, хочешь потанцевать? Что? Ты же любишь танцевать. Ура. Всё... Всё... В конце... Да, мне здесь очень нравится. Знаешь, было бы замечательно, если бы мы с тобой поменялись. Ты бы переехала ко мне и жила бы с моей матерью, отцом и братом, а я бы осталась здесь жить с твоей сестрой и мужем. Ты спятила. Но ты ещё не видела весь дом. Даниэла. Что мне делать с Роберто? Что? Пустить козла в огород? Да ты что, Лорена? Разве ты не сказала, что он для тебя ничего не значит? И что ты подарила его этой мумии? И что ты лучше останешься с Гильермо, чем с ним? Да, конечно. Но когда я увидела Роберто, и он сказал, что любит меня, и что бросит её ради меня, я просто не знаю, что делать. Лорена, все так говорят, абсолютно все. Нет, нет, не все. Он поругался с этой мумией из-за того, что она нам подстроила. Лорена, это он тебе так сказал. Но ты уверена в этом? Послушай, ты не верь этому типу до тех пор, пока он не разведётся со своей женой, если он вообще это сделает, в чём я лично сомневаюсь. Здравствуйте, сеньора. Ваш муж задал мне работёнку. Я потратил столько сил и времени, чтобы получить хоть какой-то результат. Чего вы добились? Ходили за ним по пятам? Мой муж уже подозревает, что вы за ним следите. Нет, не может быть. Это невозможно. Я профессионал, я очень осторожен, от меня ничего не скроешь. Смотрите, здесь всё записано. Ровно в три часа дня я пришёл за вашим мужем, который вернулся из ресторана вместе с какой-то старухой. Это была я, идиот. Правда? Что-то не похоже. Ладно, послушайте, у меня есть для вас важная информация из первых рук. Какая? Когда я вам её сообщу, вы упадёте в обморок. В обморок. Минутку. Ох уж эти кейсы. Не знаю, мне бы хотелось открыть компанию, чтобы консультировать людей или фирмы, у которых есть финансовые проекты, например. Прекрасно. Я так говорю, потому что мне очень хорошо с тобой. Ты говоришь так с точки зрения профессионализма? Или чувств? Я получила письмо от Каролины. Послушай, Асенсион, я не знаю, что... Послушай, если мы будем опять вместе, то мы должны всё обсудить, и нам придётся всё обговорить. Прости? Ты сказала быть вместе? Ты хочешь ко мне вернуться? А ты что подумал? Никогда не думал, что у меня будет романтическое свидание в парикмахерской. Значит, у нас романтическое свидание? Да. Дай сюда. Послушай, я хотел сказать, сказать, что я хочу сказать тебе, хочу тебя спросить, ты хочешь, чтобы мы были вместе? Ты хочешь спросить, буду ли я твоей невестой? Да, а что? Думаю, что да. И у тебя есть какие-то основания, чтобы меня об этом спрашивать? Почему ты спрашиваешь? Я схожу по тебе с ума. Прекрасный повод. Замечательный. А ты? Ты не скажешь, что тоже сходишь по мне с ума? Ты не хочешь быть со мной? Ты не можешь быть со мной,친та. No. Нет. Она уникальная. Она уникальная. Субтитры создавал DimaTorzok Диана Торзок Диана Торзок Диана Торзок Хорошо, я перезвоню ему завтра И что-нибудь выдумаю, скажу, что заболела Так ему и скажу Обманешь его? Да, не могу же я сказать, что передумала Лучше сказать правду, чем обманывать Знаешь что, Лорена? С каждым разом я все меньше тебя понимаю Неужели тебе не жаль, Гильермо? Конечно жаль, но сейчас я запуталась и не могу больше его обманывать Не могу, понимаешь? Но ведь ты только что сказала, что завтра придумаешь новую ложь Чтобы прикрыть правду Это всего лишь малюсенький обман Малюсенький обман Чтобы прикрыть большую ложь? Даниэла, не мучай меня Нет, Лорена Знаешь, что тебя мучает? Твоя совесть Перестань думать об этом типе Роберто тебе не подходит Знаю, знаю, я сама знаю Но он такой красивый Какая же ты дура А ты злюка Ты не хочешь быть моей невестой? Нет Ну? Нет? Нет 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 Послушай, Густаво Это правда Ты мне очень нравишься Да, нравишься Я без ума от твоего чувства юмора И от того, как ты Как ты целуешься И Мне нравится твой одеколон И так далее Но Но я не хочу связывать себя Ни с одним мужчиной Это не для меня Мне это не нужно Что дальше? А что? Зачем нам это? Почему мы не можем просто быть друзьями? Просто куда-нибудь пойти, посидеть Лучше узнать друг друга Тогда, может быть, потом Когда мы хорошо познакомимся И захотим, чтобы у нас что-нибудь было Тогда что-то и появится Когда-нибудь потом Ладно А пока что мне делать? Как что? Именно об этом я и говорю Мы друзья Прости меня, Густаво Прости, но мы с тобой практически не знаем друг друга А если я не захочу ждать? Что? Я же сказала, нам нужно время А вдруг Вдруг я скажу Что если ты не станешь моей невестой сейчас То больше никогда меня не увидишь Ладно Значит, мы больше не увидимся Ты это мне хотел сказать? Не увидимся Я уже сказала, что мне нужно время Послушай Я всегда знал, что простых женщин не бывает Что это продукт воображения Мне кажется, все женщины сложные Но из всех сложных женщин Самое сложное Это ты И самая трудная из всех Я так и знала Да? Какой ужас Неужели это сестра поварихи? Господи, какие же они все бесстыжные Насколько мне удалось выяснить Ее зовут Лорен Алонс Ей 18 лет Изучает рекламный бизнес и маркетинг Прекрасно, я ее знаю Конечно, ей 18 лет Неужели ты не видишь? Кажется, она только что вчера была на первом причастии Одного только не могу понять Как он мог обмануть меня с этим ничтожеством? Судя по тому, что сказал консьерж Они уже давно встречаются Какое там давно, она еще ребенок Только вчера родилась Я здесь записал Они часто приходят в офис Часами сидят за закрытой дверью без шума В офисе, Роберто? В офисе, за который я плачу? У этих ничтожеств даже нет достоинства поехать в гостиницу Кроме того, мне сказали, что однажды он запер там девушку Потому что пришла старуха Вечно эти старухи Старуха? Он так и сказал? Да, так и сказал Но главное, я слышал, что он собирался с вами развестись И жениться на ней Так он и сказал Значит так Значит так Сильвия, зайдем ко мне на минутку? Нет На минутку Каждый к себе Прости, но это похоже на гостиницу Кто угодно сюда приходит, кто угодно живет Здесь одни монахи Давай зайдем ко мне на минутку Нет Я тебе покажу, что я сегодня купил Что? Диск, тебе понравится Нет Ты же хотела послушать Нет Всего один поцелуй Один, всего один Нет Нет, нет, нет Ну, всего один Нет Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Добрый вечер Как поживаете? Вы уже ужинали? Нет Да, да Нет, то есть да Да Да, мы уже ужинали Ладно, Густаво, до завтра До завтра, Сильвия, до завтра Ладно, до завтра отдыхайте И вам того же Ладно Ты не представляешь, как нужна мне Никогда не думал, что буду так о ком-то скучать А ты по мне скучала? Немного Совсем чуть-чуть Нет, вру Я очень по тебе соскучилась Гораздо больше, чем мне бы хотелось Очень соскучилась Это я по тебе очень соскучился Хочу, чтобы ты меня целовал Обнимал Любил Что ты, я же сказала, любимый Чтобы ты не спешил Я всегда говорила, что лучше пусть Все будет постепенно Мне тоже хочется побыть с тобой Разреши мне, пожалуйста, провести с тобой ночь Ты же понимаешь, каково мне жить у Эвы и Филиппа Значит, ты хочешь провести со мной ночь Потому что тебе плохо в доме у Эвы Нет, ты не так меня поняла Я хочу провести с тобой ночь Потому что... Потому что все это время не переставала тебе думать Я даже не могу думать о другой женщине Верю тебе Верю Мне тоже хочется с тобой побыть Но, папочка, я же сказала, что всему свое время Так как у тех, кто только что познакомился Я так хочу Но ведь мы уже давно знакомы Знаю, но... Я так хочу Да? Да Как раньше? Хочешь, чтобы мы встречались украдками? Нет, нет То есть, да Мне все равно, что о нас могут подумать Все равно, что об этом узнает твой отец Мне все равно Мне нужно одно Чтобы у нас все было постепенно, моя любовь Как будто мы только что познакомились И чтобы ты спал у себя дома, а я у себя Я уже тебе говорила об этом Да или нет? Да Что случилось? Ничего, дочка Это с тобой что случилось? Потому что ты заинтриговал нас с мамой Потому что в последнее время ты ходишь такая красивая Такая веселая Как колокольчик Ну что ты, Пако, что за манера начинать разговор с дочерью? Послушай, Сильвия Мы Пако и я Поняли, что ты и этот молодой человек Как бы Ну, то есть Между вами появилась Какая-то симпатия Вот именно Конечно, мы не возражаем Даже наоборот, дочка Мы совершенно не против Но лучше бы все-таки поговорить с ним Чтобы он не раздумал, да? Единственное, что нас волнует, дочка Это почему ты нам его не представила? А зачем мне вас знакомить? Если вы и так его знаете, ведь он живет здесь Если вы хотите сказать, что я не представила его вам официально То все равно я не буду вас знакомить официально Потому что у нас с ним ничего нет Мы только друзья И гуляем просто, чтобы лучше познакомиться Как это друзья? Друзья Ты что, издеваешься над нами? Над своей матерью, надо мной? Мы же вас видели и, кажется, между вами есть какая-то гармония Ничего у нас нет И до сих пор ничего не было Абсолютно ничего А что же тогда было? Ничего 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 Чего бы вы могли стыдиться Послушайте, буду с вами откровенна Я очень вас люблю и уважаю Это правда Густаво мне нравится, а я нравлюсь ему Да Я знаю, что мы живем в одном доме Но между нами ничего не было и не будет Но если бы вдруг случилось, то я бы вам рассказала Но я этого не знаю Значит, вы только друзья? Да Не надо за меня беспокоиться Со мной все будет в порядке Простите, но я не Эва И никому не позволю себя обмануть Клянусь, что не позволю ни одному мужчине обмануть себя Никогда Да услышит тебя, Пресвятая Дева, и ее сын Иисус, дочка Аминь Привет, мой милый Привет, как дела? Держи Что это? Я была в магазине, принесла тебе подарок Очки от Армани, которые мне так нравятся Да, я увидела их на витрине, вспомнила, как ты читал журнал И они были на Андреа Агасси, помнишь? Но на тебя они будут смотреться гораздо лучше Спасибо А еще я заказала столик в ресторане Лос-Кантарас из Малины Лос-Кантарас из Малины? Да, в ресторане, где ты бы хотел побывать А потом мы поедем танцевать Ты рад? Прекрасно Но с чем связано такое торжество? Так, ничего особенного Просто с тем, что мы вместе Разве этого недостаточно? Вполне достаточно Тогда иди переоденься Вот увидишь, Роберто Ты потеряешь все, когда я тебя брошу Потому что я тебя брошу Идиот Скажи-ка, женщина Какая муха тебя укусила, что ты каждый день меняешь время завтрака? Если бы мы были дома То все давно уже сидели бы за столом И все было бы накрыто Спокойно, Пака Куда торопиться? Ты что, куда ты спешишь? Оставь меня в покое Я приготовлю для тебя что-то особенное Причем здесь что-то особенное? Неужели, чтобы сварить два яйца, нужно целое утро? А твои дети? Где твои дети? Эва всегда первая приходила завтракать А теперь целый день валяется в постели Давай откровенно, пока мы одни Может быть, она слишком привыкла к красивой жизни После того, как она вышла замуж за Филиппа Кастиль Она совсем не живет Тем более не видит ничего хорошего Дело в том, что девочка устала Ей так трудно живется в этом браке Хорошо, что я... А как же Мигель? Ты видела его со вчерашнего дня? Ну, наверное, Мигель спит Вчера он сказал, что собирается куда-то пойти А Лорена, Сильвия Здесь совсем перестали уважать семейные традиции Все делают, что хотят Это неправда Лорена ушла в академию А Сильвия работает Хорошо, а почему она не приходила завтракать Со своими родителями, как положено Почему? Потому что это очень далеко от центра Пако Им пришлось вставать рано Алло? Алло? Как? Когда? Хорошо, приедем Ты рассказываешь, женщина Почему ты стала белой, как скатерть? Это мама Филиппе Хисела Сказала, что хочет с нами поговорить И пригласила нас в гостиницу, где остановилась Что ей надо? Не знаю Ты уже подписала контракт? Нет? Договорилась, сколько тебе заплатят? Нет? Согласилась с твоими знаменитыми 10% Ты не знаешь, но программу для них ты уже подготовила Филиппа, это не означает, что я не подпишу контракт И буду делать все даром Я просто хотела им показать, на что я способна Пусть увидят мои способности, чтобы потом я у них ничего не просила Понимаешь? Эва Эва, речь не об одолжении Они дадут тебе программу не потому, что ты такая хорошая, щедрая и симпатичная Нет, это бизнес, им нужно заниматься Если ты будешь работать на них даром, то зачем им тебя платить? Филиппа, Хосе Луис мне объяснил, что... Хосе Луис тебя обманул, Эва Он составная часть фирмы Он будет кормить тебя обещаниями, чтобы, наконец, когда ты сделаешь для них 20 программ, сказать тебе, что денег у них нет Филиппа, я не сделаю для них больше ни одной программы, если не подпишу контракт Да, но одну-то ты им уже подарила Зачем? Почему ты не хочешь, чтобы я был рядом с твоими делами? Почему не хочешь, чтобы я тебя ассистировал? Послушай, если бы ты позволил мне поговорить с Косе Луисом... Ты бы с ним поругался Отравил бы его или разбил бы ему лицо Я же знаю, какой ты агрессивный, дикий Такого-то обо мне мнения Я дикарь? Я не могу ничего сделать, чтобы не поругаться? Разве я так сказал? Нет? А как ты сказала? Что ты сказала? Прости меня, любимая Не будем больше спорить Я говорю это тебе ради твоего же блага Не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось Хочу тебе сообщить хорошую новость Чтобы ты хоть немного порадовалась Слава Богу, наконец Слушаю Итак Когда я сидел под арестом Ко мне приходил Роберто, муж моей матери Он мучился угрызениями совести И сказал, что Валентина подделала Результаты первого анализа на беременность Она не в положении И клянусь всем самым святым Что если она и беременна сейчас То я не имею к этому абсолютно никакого отношения Я верю тебе, Филиппо Я всегда тебе верила Потому что ты прелесть Послушай, если этот ребенок не твой То чьи же? Пеппа Я так рад тебя видеть Дай тебе сказать, что я никогда не начинаю день Без того, чтобы сначала не прочитать твою статью О новом спектакле Эдуардо, ты такой же истец, как всегда Ладно, зачем я тебе понадоблюсь? Хочу обсудить с тобой несколько вопросов Ты знаешь, что я работаю и борюсь с коррупцией Гну шею против коррупции Но с каждым разом мне приходится все труднее и труднее Стоит посадить в тюрьму Филиппа Кастильо, как министры тут же выпускают тело на свободу И вдобавок дают ему премию за то, что он обманул половину человечества Кто в этом виноват? Я Правильно Но думаю, ты позвонил не для того, чтобы говорить о том, что и так известно Нет, Пеппа Как ты могла так подумать? Подойди сюда, Неро, скорей Принеси Пеппе большую порцию Или ты предпочитаешь что-нибудь экзотическое? Ну... Что-нибудь маленькое Вот и все Пару стаканов сока из тропических фруктов Черный кофе Тост и круассан Минутку Пару стаканов сока из тропических фруктов Пару соков Черный кофе Несколько тостов Булочка Несколько круассанов Диетическое масло Легкий сыр И мармелад Все Хорошо А вам, шеф? То же самое, то же самое Хорошо Так о чем мы говорили? Пеппа, у меня есть для тебя прекрасная новость Видишь этих людей? Этого типа зовут Хорхе Девчонок я не помню, как зовут Но они работают в программе Охота на миллионера В качестве прислуги Но на самом деле Они не слуги, а актеры Актеры? Актеры? Говорю же тебе, Пеппа Эта программа Настоящее мошенничество У Филиппа Кастильо нет ни одного слуги Потому что у него нет в кармане ни центава И канава пришлось все ему купить Но хоть насчет квартиры, это правда? Пеппа 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 Когда я подводил своих друзей по прессе? Скажи, когда Когда ты выйдешь отсюда Ты поедешь с нейрок нотариусу И подпишешь все бумаги Обожаю оказывать любезности своим друзьям А где Лорена? В академии? Нет, сеньора Передайте ей, что я просто позвонил и все Спасибо Что случилось? Что случилось? Что Лорена не пошла со мной в кино Хоть у меня на руках уже были билеты И даже не позвонила Типично для нее Этому она научилась еще со школы Не понимаю, Вильмир, о чем ты? О стиле жизни Типично для женщины, которая наставляет тебе рога Знаешь ты, Вильмир? Я начинаю думать, что ты прав Лорена не хочет иметь со мной ничего общего Не хочет ничего с тобой иметь Зато хочет все с другими Неужели с тобой это впервые? Что впервые? Когда тебе наставляют рога? Не знаю Вильмир, у меня первый раз такая невеста, как Лорена Официально Хорошенько меня послушай внимательно Сейчас я тебе объясню, как носить рога Существует два способа Первый, унизительный Ты падаешь на пол, рыдаешь Сучишь ножками, рассказываешь всем вокруг, напиваешься И делаешь глупости каждый раз, когда ее встречаешь А другой? Другой очень отличается Это как? Так, как это делаю я Элегантно, гордо Разве ты бы сказал, что моя жена наставляет мне рога? Ну, не знаю Думаю, нет Ну, так она мне их наставляет Еще как наставляет с одним таксистом, бедным, как крысу, у которого не хватает зубов Посмотри на меня Посмотри, сколько элегантности, гордости Потому что я ношу их с высоко поднятой головой Нет никого, кто бы носил рога так элегантно в этой стране, как это делаю я Ты спятил, Вильмир Кисела, хочу тебе сказать, что вчера я отлично провел вечер Хватит мне это повторять, Роберто Ты меня уже утомил И куда ты собираешься? Любимая, я еду на партию бридж, чтобы спасти дельфинов из Гималаев Дельфинов? Да А разве в Гималаях есть дельфин? Да, немного, но есть Поэтому мы проводим благотворительные мероприятия для их спасения Чтобы они совсем не исчезли Поэтому у меня целый день не будет дома Кисела, хочу тебя поблагодарить за вчерашний прекрасный вечер И за все подарки, и за ужин, за танцы, и за темные очки И поблагодарить тебя Особенно за то, какая ты у меня прекрасная Любимый, мой красавец Тебе не нужно меня ни за что благодарить Знаешь, ты все это заслужил И гораздо больше, чем это Так что сегодня вечером я приготовлю тебе еще один сюрприз Да? Да Какое имя? Я не буду тебе говорить Потому что иначе это уже не будет сюрпризом Подождешь до вечера? Да Ну вот Хорошо Желаю тебе хорошо провести время Спасибо Пес Ты мне за все заплатишь, Роберто Потому что в тот день, когда ты отсюда уедешь Уедешь таким, каким был, когда мы познакомились В одной рубашке Потому что ты уедешь даже без рубашки, Роберто Господи, Боже мой Как мне найти выход? Прошу тебя, помоги мне Какой ужас, Господи Этот Филиппе будет и дальше звонить до тех пор, пока не поговорит Я его знаю Что же мне делать? Придумай что-нибудь, Валентина Алло Алло Это я, Филиппе Что у тебя с голосом? Ты плохо себя чувствуешь? Очень плохо, Филиппе У меня ужасная ангина Послушай, Валентина Тебе говорить-то почти не придется Тебе ничего не стоит объяснить все моей матери и Эве Филиппе, прошу тебя Войди в мое положение Слушай, я уже сказал Тебе не придется делать никаких усилий, Валентина Если хочешь, можешь даже написать на бумаге Если тебе будет так удобнее, хорошо? Послушай, Филиппе Если ты меня не уважаешь и не хочешь войти в мое положение То можешь на меня и рассчитывать, понятно? Да Господи, выручи меня, пожалуйста Прошу тебя Что же мне делать? Сделай чудо Затвори чудо Сделай так, чтобы у меня совсем пропал голос Все что угодно Только выручи меня, Господи Чтобы Хисела оглохла Чтобы еще больше поглупела Ну сделай же что-нибудь, прошу тебя, пожалуйста Боже, не оставь меня без наследства Помоги мне, Господи, пожалуйста Будь милостив с этой беззащитной С этим маленьким созданием, которое готовится прийти в этот мир Пожалуйста Алло Да, скажите им, пусть поднимутся Спасибо Спасибо, что вы пришли Много времени я у вас не отниму Потому что нам действительно нужно скорее поговорить Потому что Роберто сейчас в спортзале И в любой момент может появиться Совершенно ничего не понимаю Что нам с вами нужно обсудить? Прежде всего Дайте мне выпить Мне нужно выпить Вам налить? Раз уж мы пришли, то бокал вина А вы Жюлье? Нет Красного Прекрасно Спасибо Бутылку красного вина, пожалуйста Французского Спасибо Присаживайтесь, пожалуйста Послушайте, сеньора Я благодарна вам за это угощение И спасибо за приглашение присесть Но мы действительно пришли Это официальный визит Послушайте, сеньора Моя жена права Так что всему свое время Вам неудобно и нам тоже неудобно Так что давайте перейдем к делу Что мы должны сделать, чтобы вернуть себе наш дом? Да, пожалуйста Скажите Мы на все готовы На все, что угодно Дом? Какой дом? Ваш дом? Нет, нет Я пригласила вас не для того, чтобы говорить о вашем доме Я пригласила, чтобы поговорить о вашей дочери Послушайте, сеньора Хисала Я понимаю, что вы не согласны с этим браком Мы тоже с ними согласны Но это они так решили Нам, Филиппе, тоже не нравится Но это их жизнь Им решать Совершенно не нравится Именно поэтому я ничего не говорю своей дочери Нам приходится терпеть его Извините, Тон Я пригласила вас не для того, чтобы говорить о Белле А пригласила, чтобы поговорить о вашей дочери Лорене Да? А при чем здесь Лорена? Если бы я знала Фильм озвучен компанией Зон Вижн Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok